Дорогие друзья, с вами Ромашка на канале Ромашка Клоун. Сегодня будем делать оленя из воздушных шариков. Обязательно подписывайтесь на наш канал, а в описании вас ждет ссылка на мастер-классы по изготовлению новогодних поделок. Добро пожаловать! Итак, друзья, начнем. Для изготовления оленя из воздушных шаров нам понадобится Остаток длинного шарика ШДМ размером 160, он у нас тоненький. Два длинных шарика ШДМ коричневый и зеленый, их размер тоже 160, они тонкие. Один шарик размером 260, один 5-дюймовый шарик, насос для воздушных шаров, перманентный маркер и ножницы. Начинаем! Итак, будем делать головы и уши оленя. Немножко растянем шарик и наполним его воздухом. Хвостик оставим не менее чем на 8 пальцев. Вот, друзья, немножко спустим воздух, наш хвостик и завяжем шарик. Ссылка на мастер-класс «Как завязать воздушный шарик без нитки» в описании. Добро пожаловать! Разомнем шарик и начинаем. Сначала примерно на 8 пальцев сделаем ручку. Скрутим шарик раз. Вот что у нас получилось. Теперь сделаем элемент «пинч твист». Скрутим шарик раз. Это у нас получился элемент «бабл твист». Теперь вот так складываем, пальцами правой руки оттягиваем и перекручиваем. Вот так. Вот что у нас получилось. Теперь делаем мордочку. Нам необходимо сделать 2 петли. Вот такие небольшие, примерно на 6 пальцев. Скрутим шарик раз. Теперь вот так вот прикладываем. Скручиваем шарик второй раз. Видно? Вот так складываем, перекручиваем. Теперь вот так совмещаем. И перекручиваем еще раз. Тогда получится у нас 2 одинаковые петли. С одной стороны это будет смотреться вот так. А с другой вот так. У нас же здесь элемент «пинч твист». Да? Далее сделаем глаза. Тоже примерно на 4 пальца. Скрутим шарик раз. Теперь, друзья, придерживайте. Здесь шарик необходимо размять. Нам необходимо сделать 2 уха. А здесь мы держим. Скрутим, только небольшие. Скрутим шарик раз. Теперь вот так вот воздух к хвостику подаем. Скрутим шарик второй раз. То есть мы определили размер, скрутили. Определили размер, скрутили. Вот так зажимаем пальцами левой руки и перекручиваем. Это у нас уши. А это глаза будут. Вот, ребят, видите? Вот эти элементы у нас равны. Теперь мы вот так тоже подаем воздух к хвостику. И обвиваем левть твист. Сейчас мы расправим шарики. И посмотрим, что у нас получилось. Эти шарики будут смотреть вот так друг на друга. А уши вот так. Вот, друзья. Пока это смотрится весьма не похоже на оленя. Правда? Но сейчас мы эту ситуацию исправим. Обещаем вам. Итак, делай морду. Итак, сделаем нос. Немножко наполним воздухом. Вот буквально. На два пальчика. На два. Завяжем хвостик вот здесь. Вот так. Теперь здесь зажмем. Давайте. Да, хорошо будет. Здесь можно срезать. Оп. Немножечко приспустим воздух и завяжем шарик. Завязка нам сейчас пригодится. Итак, друзья. Связываем кончики между собой. Вот так. Вот. Связалась она у нас. Надо обязательно сделать два узла. Иначе развяжется. Вот. Отлично. Носик готов. Теперь делаем морду. Наполним шарик. Белый шарик. Ну, у нас он такой чуть-чуть желтоватый. Да. Воздухом. И приложим. Чтобы она была не очень большая, но и красиво смотрелась. Ну, где-то так. Сейчас чуть-чуть подуем еще. Вот так. И смотрите, друзья, чтобы он был мягкий. Да. Теперь завяжем хвостик. Вот так. Вот таким образом. Привяжем вот этот нос к мордочке. То есть коричневый и белый хвостики свяжем между собой. Так. Вот. Так, теперь. Вот у нас готова завязка. Вот у нас что получилось. Указательным пальцем правой руки протолкнем хвостик на противоположную сторону. Пальцами левой руки захватим. Теперь аккуратно перекрутим. Вот узел мы держим в левой руке. И несколько раз обовьем завязкой. И обязательно тоже два раза необходимо крепенько завязать узел. Иначе, друзья, сто процентов все развяжется и держаться не будет. Вот. Ну, морда вот. Такая у нашего оленя будет носик и сама мордочка. Правда здорово? Ну что, закрепим морду ему. Вот так. За хвостики мы сейчас вот так обовьем. Придерживая за хвостики, мы обовьем мордочку, чтобы прикрепить эту основную часть морды. Ой, хорошо. Так плотно и хорошо держится. Если у вас, тем более, друзья, есть коричневый шарик, будет тоже очень здорово. А можно их делать разноцветными. Разноцветными. Допустим, одного зеленым, другого там коричневым, этого оранжевым. Будет здорово. Так, ну что. Вот что у нас получилось. Этот хвостик надо заправить. Очень крепко держится. Вы же знаете, да? У нас есть люди, которые проверяют на прочность. Я имею ввиду детей. Но держится хорошо. Давайте сделаем ему рога и шарфик. Делаем рога. Наполним воздухом тоненький шарик. Немножко. Хвостик у нас остался вот такой. Тоже примерно 8 пальцев. Немножко спустим воздух. Как обычно, завяжем шарик. Разомнем его. И, друзья, вот так давайте. На 4 пальца скрутим шарик. Раз. Теперь сделаем элемент пинч. Чтобы загиб был такой. Вот. Теперь определим длину главного украшения оленя. У нас получилось примерно на 7 пальцев. Скрутим шарик. Прикрепим его к оленю. То есть обовьем вокруг вот так. И симметрично сделаем другую сторону. Да? Идем так же. Скрутим шарик. Раз. Теперь скручиваем пинч. Раз. Так. И нам останется сделать вот эту, да, часть. Тоже на 4 пальца. Раз. Теперь ножницами спустим воздух. Тут кончик. Оп. Излишек. Срежем после того, как завяжем узелок. Вот. Срежем раз. Срежем с другой стороны два. Остаток шарика мы припрячем. Тут получится еще хороший нос. Ну вот, друзья, какой у нас чудный олень получился. Нарисуем ему глаза, улыбку. Ну вот, как всегда, мы работаем перманентным маркером. Так, друзья, смотрите, что у нас получилось. Но чудной, шкодный, да? И обязательно завяжем ему шарфик. Тем самым мы чуть-чуть уравновесим фигурку. И она будет смотреться ярче и интереснее, да? Потому что здесь у нас широкая часть. Тут у нас все длинное такое. Вот шарфика нам не хватает. Наполним воздухом мы решили зеленый шарик. Он очень хорошо сочетается с оранжевым. Зеленый. Тоже на 50%. Спустим воздух. Завяжем шарик. Вот он у нас не длинный получился. Так, ребят, давайте. Ну, примерно на 8 пальцев у нас будет хвостик. Вот так. Здесь мы скрутим раз. Здесь мы скрутим второй раз, чтобы обвить шею. Но он должен достаточно плотно держаться, иначе он развяжется, да? И сделаем узел. Узел сделаем элемент пинч твест. Делаем бабл твест. Теперь вот так складываем, зажимаем пальцами и перекручиваем. И очень хорошо этот шарфик будет смотреть вниз. Все, друзья. Теперь мы срежем излишек. Завяжем шарик. Срежем кончики, для того, чтобы у нас концы шарфика были аккуратными. Зеленый шарик в коробочку. Ну вот, друзья, какой красавчик у нас сегодня получился. Согласны? Ну вот, дорогие друзья, какой замечательный олень у нас сегодня получился. Легко и просто. Сделай сам. Подписывайтесь на наш канал. Пишите нам. С удовольствием ответим на все ваши вопросы. С уважением. Ромашка Клоун. Привет, друзья. Сегодня сделаем елочку. Из длинных шариков ШДН. Для работы нам понадобятся зеленые длинные шарики. Их размер 260. Один коричневый шарик для ствола. И красный 5 дюймовый шарик для верхушки. Как обычно, нам понадобится насос для воздушных шаров и ножницы. Начнем. Наполним воздухом зеленый длинный шарик. Обязательно оставим хвостик примерно на 5 пальцев. Немножко спустим воздух и аккуратно завяжем шарик. Вот так. Таким же образом необходимо наполнить воздухом еще 3 шарика. Мы уже это сделали. Итак, берем сначала 2 шарика. Сделаем маленький пинч-квист. Скрутим шарик раз. И еще раз. Завяжем хвостик. Готово. Вот так. Теперь отмерим необходимую величину. Это будет самый верхний ярус елочки. И сделаем обычный бабу-твист. Скрутим шарик раз. И к этому месту прикрепим второй шарик. Вот так. Это у нас будет первый ярус. Например, это будет перед. И на задней части елочки сделаем еще один такой же бабу-твист. Скрутим шарик. Вот так. И обовьем пинч-квист вокруг места скручивания. Первый ярус готов. Два круглых сегмента по бокам. С одной стороны бабу-твист. Пузырь. И с другой. Делаем второй ярус. Он будет шире первого. Здесь скрутим обычный бабу-твист. Скрутим раз. Придерживаем. Скрутим два. Вот так. Великоват. Чуть поменьше. И определяем длину второго яруса. Ну, где-то так. Обовьем вокруг второго шарика. Поменяем шарики местами. Второй ярус почти готов. Сделаем ответную часть. Она будет равна первой. Скрутим шарик. И теперь, для того, чтобы в этом месте соединить шарики между собой, мы заведем сюда чуть-чуть шарик. И скрутим эти сегменты. Вот так. Все очень-очень просто. Это плетение самое-самое простое. Есть. Второй ярус готов. Таким же образом делаем третий ярус. Скрутим бабу-твист. Обычный пузырь. С одной стороны придерживаем рукой. Скрутим бабу-твист. С другой стороны. Вот так. Левой рукой не забываем придерживать. И определяем ширину третьего яруса. Сделаем ее еще больше. Ну, где-то так. Вот так. Перекрутим шарики. Готово. Переворачиваем работу на изнаночную сторону. И делаем такой же длины бабу-твист. Вот так. Скрутим здесь шарик. Скрутим хорошенько, чтобы шарики не раскрутились. И перемещаем их. Меняем местами ярусы. Есть. Третий ярус полностью готов. Что у нас получилось? С одной стороны. И такая же картина. С другой стороны. Идем дальше. Скручиваем. Шарик раз. С одной стороны. Левой рукой придерживаем аккуратно. Скручиваем два. С другой стороны. Делаем ярус еще шире. Вот так. Перекручиваем шарики. Далее. Здесь делаем ответную часть такого же размера. Скрутим раз. Приложим и поменяем местами пузыри. Чтобы здесь у нас закрепилось. Есть. Идем дальше. Следующую часть, следующий ярус делаем еще шире. Напомним, что если шарики заканчиваются, вот как у нас в этом случае, мы можем сделать следующее. Продолжим изготовление яруса. Скрутим раз. С другой стороны. Скрутим бабл. Два. Два. Скрутим размер. Раз, два, три, четыре, пятого яруса. Вот так. Перекрутим шарики. Посмотрим, насколько хватает нам шарика. Ну, можно сделать вот так. Отмерим ответную часть. Скрутим шарик. Спустим воздух. Придерживаем хвостик левой рукой, чтобы он не развязался. И подвяжем аккуратно. Следующий шарик. Вот так. Срежем кончик с одной стороны и с другой, чтобы было аккуратно. И продолжаем таким же образом. Прикладываем. И шарики меняем местами. Вот так. Далее выполняем работу таким же образом. Скрутим с одной стороны. Скрутим с другой стороны. Пока не сделаем необходимое количество ярусов. Мы решили сделать семь ярусов. У нас уже готово шесть. Делаем последний седьмой ярус. И завершим работу. Сделаем бабл твист. Скрутим шарик. Определим размер седьмого яруса. Вот так. Нет, чуть больше можно. Вот. Даже еще чуть-чуть больше. Так. Левой рукой придерживаем шарики. Скрутим бабл твист. Поменяем шарики местами. Сделаем ответную часть. Отределим размер. Отределим размер. Вот так. Скрутим шарик. И поменяем сегменты между собой. Вот так. Чтоб здесь у нас соединились шарики. Теперь сделаем с одной и с другой стороны пинч твист. Чтоб за ним аккуратно спрятался узелочек. Скрутим шарик. Раз. Два. Теперь спустим воздух. Излишек сразу свежим. И завяжем узелок. Чтоб шарик не сдулся. Вот так. Вот. Будет аккуратное завершение. И сделаем такой же пинч твист с другой стороны. Скрутим шарик раз. Скрутим шарик два. Вот так. Теперь спустим воздух. И завяжем хвостик. Вот так. Основная часть елки у нас готова. Теперь сделаем ствол из коричневого длинного шарика. Наполним шарик воздухом. Определим его длину. И завяжем хвостик. Вот так. Есть. Теперь можно здесь сразу завязать шарик. Срежем излишек. И завяжем. Вот так. Готов у нас ствол. И осталось сделать красную верхушечку. Ее мы будем делать из пятидюймового красного шарика. Наполним шарик воздухом. И определим ее размер. Завяжем узелок. Теперь ствол поставим на место. То есть в середину елочки поместим его. Пальцами правой руки нам необходимо схватить хвостик. Вот так. И здесь еще. Вот. К этому хвостику мы и привяжем верхушку. Раз. И два. Заправим хвостики, чтобы было аккуратно. Расправим шарики. И все. Елка из длинных шариков готова. Если есть желание, можно сделать белый снежок. Укоротим ствол. Скрутим шарик. И очень аккуратно спустим воздух. Чтобы шарик не сдулся. Сделаем маленький-маленький надрез. Вот так. Завяжем хвостик. Вот так. Вот. Теперь. Из белых пятидюймовых шариков сделаем четверку. Это будет снежок. Определим размер. Завяжем хвостик. Таким же образом наполним воздухом еще три шарика. Теперь свяжем шарики между собой по два. Раз. Два. И соединим их в четверку. Меняя соседние шарики местами. Теперь прикрепим юлочку к снежку. Обобьем хвостик коричневый. Вокруг белых пятерок. Готово. И для того, чтобы елочка устойчиво и хорошо стояла, обязательно привяжем грузик. Пятидюймовый шарик, наполненный водой. Вот так. Отлично. Ну вот и все, дорогие друзья. Елочка из длинных шариков шдем готова. Легко и просто. Сделай сам. Привет, друзья. С вами Ромашка на канале Ромашка Клоун. Сегодня будем делать снеговика из воздушных шаров своими руками. Обязательно подписывайтесь на наш канал. А в описании вас ждут ссылки на мастер-классы по изготовлению новогодних поделок своими руками. Добро пожаловать! Итак, начнем изготовление снеговика из воздушных шариков. Для его изготовления нам понадобится один длинный шарик ШДМ. У нас он размером 160. Но можно брать обычный 260. Три круглых шарика. Один зеленый для шапочки и два белых для снеговика. Остатки длинных шариков ШДМ для завязок. Насос для воздушных шаров, перманентные маркеры и ножницы. Изготовление снеговика начнем с головы и шапочки. Внимание! Шапочку можно прикрепить двусторонним скотчем. Просто ее приклеить. Но мы хотели бы показать вам другой способ крепления шапочки. Итак, мы наполняем белый шарик воздухом. Это голова. Вот, друзья, да? Голова готова. Теперь перманентным маркером наметим место крепления шапочки. Вот мы хотели бы сделать чуть-чуть сбоку ее. Чтобы она стояла не вверху, а вот так, чуть-чуть сбоку. Значит, ставим здесь точку перманентным маркером. Вот. Спускаем воздух. Теперь, друзья, нам необходимо сделать узелок. Сделаем один узел, второй. И у нас получится... Можно сделать третий, но не больше. И у нас получится такой большой узелок, как горошинка. Мы срежем кончики. Вот так. Вот, видно вам? Теперь мы опустим внутрь шарика. Его. Сразу, друзья, приготовим завязку. И вот эту горошинку, узелок этот, мы поместим там, где у нас стоит метка. Видно? То есть, таким образом мы обозначили место, да? Берем вот так пальчики. И нам надо привязать длинный шарик к этому месту. Вот. Берем длинный шарик, делаем несколько оборотов вокруг. И завяжем два узла. Вот. Обязательно два, друзья. Потому что развяжется. Сто процентов. Делаем два узла. У нас получился шар линкинг. Есть такие шарики, у которых вверху такой кончик. И можно к нему привязать следующий шарик. Так, друзья. Теперь, когда мы наполним шарик воздухом, у нас он будет вот такой. А сюда, как вы уже догадались, мы привяжем шапочку. Итак, сделали голову. Можно чуть-чуть еще наполнить, да? Чтобы он был чуть-чуть побольше. Чуточек. Ну, вот так достаточно. Теперь завяжем шарик. Ссылка на мастер-класс, как завязать воздушный шарик без нитки, ждет вас в описании. И отложим пока этот шарик голову снеговика в сторону. Мы сделаем шапочку. Для изготовления шапочки мы наполним воздухом зеленый шарик. И определим его размер. И завяжем хвостик. Повторим, что ссылка на мастер-класс, как завязать воздушный шарик без нитки, ждет вас в описании. Кто не умеет, обязательно научитесь. Теперь мы привяжем к завязкам шапку. Вот так. Теперь наполним воздухом красный шарик. Завяжем опять же хвостик. Длинные шарики завязываем так же, как и круглые. Теперь делаем элемент пинч-твест. Делаем бабл-твест. Теперь вот так складываем. Оттягиваем пальцами правой руки, перекручиваем. И сделаем здесь узел. Этот элемент даст нам возможность прикрыть узел. Будет красиво. Вот, друзья, что у нас получилось. И из красного шарика делаем для шапки отворот. Обвиваем шапочку вот так шариком. Замечаем желаемую длину. Вот так. Теперь скрутим шарик. Еще раз примерим на всякий случай, прежде чем отрезать. Да? По-моему, хорошо. Можно чуть-чуть, длиннее чуть-чуть, так и загнуть ее. Вот так. Теперь скрутим шарик вот так. Можно сразу спустить воздух излишек срезать. Из остатка мы сделаем шарф и завязать хвостик. Останется прикрепить красный шарик. Вот так обвить хвостик. Вокруг элемент опечатка. И будет прекрасно все держаться. Ну, друзья, супер, да? Голова и шапочка готовы. Нарисуем ему глаза и нос морковкой. Субтитры подогнал «Симон»! Готово! Теперь снеговичку сделаем туловище. Наполним второй белый шарик воздухом. Этот шарик будет чуть большего размера. Ну, вот так в самый раз, да? Согласны? Завяжем хвостик. Теперь свяжем голову и туловище между собой. И чтобы голова хорошо держалась, сделаем ему шарфик. На остатке красного шарика завяжем хвостик, так как мы делали надрез. Вот так. Наполним его воздухом. Оставим небольшой хвостик и завяжем шарик. Готово! Теперь обобьем вот так шариком голову. Какой хорошенький получается. Так. Здесь нам необходимо перекрутить, чтобы закрепить. Можно сразу, кто умеет. Для начинающих надо сделать вот здесь. Скрутить, здесь скрутить. И вот так облить, чтобы закрепить. И чтобы этот шарфик, эта половинка шарфика смотрела вниз, сделаем элемент пинч-трис. Сделаем бабл-твист. Теперь вот так вот складываем. И вот этот маленький бабл перекручиваем. И получится узел. И шарфик будет смотреть туда, куда нам необходимо. Так, снеговик готов. Еще нарисуем ему угольки перманентным маркером. Ну вот, дорогие друзья, какой веселый снеговик из воздушных шариков у нас сегодня получился. Легко и просто сделай сам. Обязательно подписывайтесь на наш канал Ромашка Клоун. Пишите нам, с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Привет, друзья! Сегодня мы будем делать йолку из бумаги в технике оригами. Обязательно подписывайтесь на наш канал. А в описании вас ждут ссылки на мастер-классы по изготовлению новогодних поделок. Добро пожаловать! Для изготовления одной такой елочки нам понадобится лист цветной бумаги формата А4 и ножницы. Итак, друзья, нам необходимо сделать квадрат 21 на 21 сантиметр. Поэтому сгибаем таким образом лист и срежем все лишнее. Итак, у нас получился квадрат 21 на 21 сантиметр. Теперь, вот у нас треугольник. Да? Теперь делаем такой треугольник только вот таким образом. Вот. По диагонали мы наметили линии. Теперь нам необходимо сделать вот так. Такой прямоугольник. Такой прямоугольник наметить здесь линию. И еще раз вот так. Вот что у нас в результате получится. Теперь нам необходимо сделать следующее. Формируем 4 квадрата. Складываем бумагу нашу вот таким образом. Значит, с одной стороны квадрат, с другой. И вот здесь один. И вот еще один. Все. Но здесь, друзья, у нас 8 ребер. А здесь 4. Как нам этого добиться? Мы берем, ну вот, например, выкладываем вот таким образом. и как бы делим пополам. Тоже по намеченным линиям. Вот так. И вот так. Сейчас хорошенько загладим. Видно вам? Теперь переворачиваем. И следующую берем складочку эту, да? И формируем снова таким же образом. Вот так. И вот так. Хорошенько здесь загладим. Вот. Вот. Вот у нас уже 4 получилось ребра. И останется сделать еще 2. То есть из каждого получится еще 2. Будет в результате 4. Так. И одно осталось, да? Развернем так для удобства. Когда знаешь, как делать это легко. Одно удовольствие. Ну вот, друзья, проверяем. Раз, два, три, четыре. Вот. Раз, два, три, четыре. Уже начинает напоминать елочку, да? Теперь срезаем все лишнее. Напомним, друзья, что у нас получилось 4 с этой стороны. И 4 складки. Вот это. Или 4 ребра, как мы сказали. Теперь нам необходимо взять ножницы и делать разрезы. То есть мы надрезаем возле верхушки вот так. Буквально пару миллиметров, не доходя до вертикальной линии. Аккуратно только. Дальше. Вот так делаем второй надрез. Далее. Третий. Ну, давайте еще сделаем четвертый. Да? И пятый. Вот. Теперь переворачиваем елочку и эти надрезы с другой стороны делаем симметрично. Вот так. Вот. Так. Вот так. Вот так. И вот так. Готово? А теперь будем делать иголочки. Значит, вот берем, отгибаем один, да? И вот так загибаем уголок. Раз. Это удобнее делать на поверхности, но я поднесу поближе, да? Чтобы было видно. Вот так. Один уголок загибаем дальше. Второй раз. И так на каждой веточке. И так на каждой веточке. То есть мы должны сделать так восемь раз. То есть раз-два мы загнули. Дальше загибаем третий раз. Дальше загибаем третий раз. Четвертый раз. И пятый раз. Получается по количеству надрезов, да? Вот так. Вот. Теперь. Как бы перелистываем, как страничку. Вот так. И повторяем все таким же образом. Загибаем уголочек. Раз. Два. Три. Четыре. И пять. Снова страничку. Перелистываем. Ребро это нам надо отсоединить. Иначе нам будет неудобно. Вот. Видите? Уже формируется елочка. То есть мы так идем. И далее. Это мы сюда. И, друзья, надеемся, что вы поняли, да? Как надо делать. Поехали! И, друзья, надеемся, что вы поняли. Ну вот, работа кипит. Вот что у нас получилось в результате. Осталось загнуть одно ребро. И елочка будет практически готова. Можно ее украсить игрушками. Маленькими. Сделать маленькие разноцветные кружочки цветной бумаги. И наклеить. Можно, допустим, на эти веточки помазать их клеем. И притрусить глиттером. Блестками такими. Знаете? Будет очень красиво. Можно вырезать из бумаги звезду. Прикрепить к ней. Ну, в общем, вариантов множество. Ну вот, готово. Теперь расправим все веточки, чтобы было красиво. И посмотрите, друзья. Ну, правда, красавица у нас получилась, да? Красиво будет поставить их на подоконник. Например, такую композицию сделать, да? Можно даже там кусочки ваты, например, вокруг положить. Ну, чтобы красивенько было. Чтобы поднимать настроение, да? Так. Ну вот, дорогие друзья. Какая красивая елка из бумаги в технике оригами у нас сегодня получилась. Легко и просто. Сделай сам. Подписывайтесь на наш канал. Пишите нам. С удовольствием ответим на все ваши вопросы. С уважением. Ромашка Клоун. Добро пожаловать на наши каналы и сайт. Ссылки будут в описании. Пока. Скоро увидимся. Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...